Дорога Сегодня на уроке мы узнаем, как путешествовали в прошлом, кто такой турист, рассмотрите рисунки, расскажите, что такое путешествие, почему люди путешествуют, как путешествовали в прошлом, а как путешествуют сейчас. Люди начали путешествовать очень давно. Во время войн они перемещались с места на место, заселяли новые земли в поисках пищи для скота, перевозили товары из одной страны в другую. В древности охотники осваивали большие территории, передвигаясь за животными. Скотоводы в поисках пастбищ для скота, а земледельцы в поисках плодородной земли под посевы. В путешествии лучший способ познакомиться с миром. Человек, который путешествует, это турист. Люди в путешествии узнают много нового, интересного, знакомятся с достопримечательностями. Рассмотрите иллюстрации. Назовите предметы, необходимые в путешествии. Найдите лишний предмет. Туристам в путешествии необходима карта для того, чтобы ориентироваться на местности. Может понадобиться фонарь для передвижения в темное время суток, телефон для связи, рюкзак с вещами, аптечка для первой медицинской помощи, лишний предмет – галстук. В нем нет острой необходимости во время путешествий. Откройте учебник на странице 55. Рассмотрите и сравните фотографии. Старый город, Целиноград и фотографии современного Нур-Султана. Целиноград – это прежнее название города. Целиноград был областным центром Целиноградской области. Нур-Султан – столица Казахстана. Сюда также приезжают много туристов. Сегодня Нур-Султан – это современный мегаполис. Он стоит на берегах реки Исиль. Здесь много достопримечательностей. Визитная карточка города – дворец мира и согласия. Пирамидальное здание из бетона, стекла и металла привлекает взгляды всех прогуливающихся рядом. По инициативе первого президента республики и был возведен этот дворец. Днем во дворце можно посетить галереи, осмотреть последние этажи сооружения. А ночью возможно насладиться зрелищем свечения дворца, которое создается при помощи сложной осветительной системы. Еще одна достопримечательность столицы – загадочный и узнаваемый монумент Байтирек. Скульптура гигантских размеров с шаром на вершине символизирует дерево жизни. Монумент тянется вверх на 105 метров. Весит сооружение около 1000 тонн. Шар на вершине монумента весит 300 тонн и в диаметре составляет 22 метра. Сверху шар покрыт специальными стеклами, меняющими цвет под воздействием солнечных лучей. Внутри конструкции установлены скоростные лифты, которые поднимают туристов на смотровые площадки. В центре купола есть зал, где установлен глобус с автографами 17 последователей мировых религий. Фасад городского цирка в столице похож на инопланетный корабль. Концепция полностью соответствует архитектурному ансамблю города. Внутри здания находится зрительный зал на 2000 мест. Завершают картину оборудование для лазерного шоу. Выступления цирковой труппы проходят во всех известных миру жанрах. Самый большой шатер в мире. Так называют торгово-развлекательный комплекс «Ханшатыр». Купол сделан почти полностью из высокопрочного стекла. Масштабное здание занимает 127 тысяч квадратных метров. По версии Forbes, это здание входит в десятку лучших экосооружений планеты. Национальный музей Республики Казахстан находится в столице с 2014 года. Современное здание базируется на площади независимости. Древняя история, Средние века, азиатская и европейская культура, этапы развития государства – все это и даже больше можно найти в выставочных залах музея. В Средней Азии нет аналогов Национальному музею. Именно в этом музее туристов и жителей города ждут самые полные и большие коллекции археологических находок, сделанных на территории Казахстана. Поющий фонтан – это целая аллея танцующих водных потоков, меняющих форму под звуки музыки и переливающихся в ярких цветах вечерней подсветки. Композиция фонтана гармонично дополняет облик центра столицы – необычный, яркий и футуристический. Дворец независимости – комплекс, предназначенный для проведения государственных и других официальных мероприятий, в том числе международного уровня, а также для организации выставок, концертов и торжеств. Монумент Казахьеля – памятник расположен на площади независимости. Он представляет собой белую стелу 91 метр в высоту, увенчанную фигурой мифической птицы Самрок. Такой размер выбран не случайно, так как именно в 1991 году Казахстан стал независимым государством. Мечеть Хазрет Султан – главная мечеть столицы, занимающая второе место по размерам во всей Центральной Азии. Местимость храма – до 10 тысяч человек. Он был построен в 2012 году в стиле классической исламской архитектуры. «Хазрет Султан» – настоящее произведение градостроительного искусства, занимающее особое место среди городских достопримечательностей. Для того, чтобы понять, как вы усвоили материал урока, предлагаю вам сыграть в игру «Да? Нет?» В прошлом люди заселяли новые земли в поисках пищи для скота. Да, верно. Человек, который путешествует – это фотограф? Нет. Человек, который путешествует – это турист. Современные люди путешествуют в поисках плодородных земель? Нет. Они путешествуют для того, чтобы узнать много нового. В столице Республики Казахстан – Алматы? Нет. В столице Республики Казахстан – Мурсултан. Отлично. После урока вам предстоит самостоятельно прочитать материал на страницах 54-55. Какие достопримечательности города Нурсултан вы бы включили в маршрут туриста? Подведем итог урока. Сегодня вы узнали, что люди начали путешествовать очень давно. Путешествие – это лучший способ познакомиться с миром. Нурсултан – столица Казахстана. Ребята, оцените свои успехи на сегодняшнем занятии. Все ли было вам понятно? Наш урок подходит к концу. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова